Всем привет! С вами Андрей Андреевич, вы на канале Планета Экзотики. И сегодня мы будем говорить про топ-10 самых наикрутейших ящериц, которые можно себе только представить. Начинаем наш топ-10 и на 10 месте у нас Нильский варан. Крупные, красивые ящерицы с характером требуют много места, то есть если вы приобретаете такую ящерицу, готовьте большую здоровенную банку. То есть паучатник его запихнуть не получится. В связи с тем, что эта ящерица такая достаточно с характером, от хозяина требуется хоть какой-то минимальный опыт общения с крупными ящерицами. Потому что если вы новичок и сразу купили Нильского варана, скорее всего он просто вас сожрет, ну покусает хотя бы. Я бы так сделал. Как и все вараны, Нильский варан много ест, по всему поводу нужно следить за грамотной кормежкой. Также они обожают нырять, то есть они подолго могут тусоваться в водичке и не думайте, что варан утонул, просто он чилит. Варану своему набираю в тепленькой водичке, кидаю его туда и порой вообще забываю о его существовании, то что он там есть. Только в конце дня вспоминаю, что он там весь взмок уже. Вот, на самом деле ему в кайф, он отмокнет, у него будет офигенно классная линька. Девятое место. И кто же у нас на девятом месте, конечно же, Каабский варан. Каабский варан – это крупные ящерицы, которые, так же как и все вараны, требуют очень много места. Это ящерицы копающие, поэтому они очень любят копать, что-то делать с грунтом, там залипать, закапываться и там трыхнуть. Если варана неправильно кормить, он станет жирным. Этих варанов можно приручить, соответственно, если вы этого не сделаете, то варан будет гонять вас просто по квартире. Это ящерица, она хочет убить вас. Страшное существо – это геккон Токия. Но он достаточно симпатичный, все-таки это геккон, но он здоровых размеров. Может, вы даже видели в наших предыдущих видео, соответственно. Он такой весь светло-голубой в пятнышках, очень красивый. Как и все подобные древесные гекконы, этой ящерице нужен в первую очередь вертикальный террариум, чтобы он ползал вверх-вниз. В террариуме нужно коряги, можно сделать точечку прогрева и можно поставить даже ультрафиолетовую лампу. По ночам вы не будете спать, потому что это будет… Вот примерно так это было. Но не думайте, что я вас пытаюсь как-то запугать, соответственно. Да, все-таки это ящерицы, которые достаточно эффектно смотрятся в террариуме, хоть и не всегда, потому что гекконы Токи чаще всего такие стеснительные, а если его поставить укрытие, он будет там все время находиться днем. Но под покровом темноты ждите. Вас ожидают переключения ночной рандеву с Токио. В общем, будьте осторожнее с этой ящерицей. Эта ящерица все-таки интерьерная, то есть как сухопутная рыбка. Абсолютно неручное животное. Покусает только так. Вот, посмотрите, какая у них сильная, мощная челюсть, которая создана для того, чтобы откусить ваши пальцы. У гекконов Токио, как и у всех древесных гекконов, очень необычные лапы. Даже ученые пытались воссоздать нечто подобное, но никто не переплюнет мать природу в ее супер изобретениях. Глупые ученые. Подробнее вы можете посмотреть про эти лапы, соответственно, в этом видео. Все ящерицы жрут своих детей. Все, кроме крокодилов. Ну, крокодилов не ящерицы. Почему? Это же их дети. Они не знают, что это их дети. Ну, им вообще пробежало то, что можно сожрать. Сожрали. Не глупые, что ли? Тве ящерицы тупые. Ты чего? Это зеленая обыкновенная игуана. Привлекает она тем, что она травоядная, не нужно кормить ни мышами, ни насекомыми, ни детьми. Эти животные требуют очень много места. Во-первых, нужно знать, что эти животные древесные. И террариум должен быть вертикальным. У них очень красивый гребень, что делает их похожих на таких вот доисторических всяких страшных адских динозавров, которые померли все 65 миллионов лет назад. Это животное достаточно эффектно смотрится в террариуме. Его можно приручить. Давайте по-быстренькому пройдемся по плюсам и минусам именно характера. Ну, начнем с плюсов. Ну, если животные с рождения адекватны, то оно к вам будет нормально относиться, заползать к вам на коленочке и будет с вами сидеть и греться. Вот. Возможно вас любить, но это не точно. Минус характера игуаны то, что это животное может быть с рождения отшибленным. Вот у меня есть игуана. У меня есть две. Одна добренькая, другая отшибленная. Что делает отшибленная? Когда я подхожу к террариуму, он просто бросается в стекло и падает вниз. Но эти животные реально могут быть агрессивными, поэтому не думайте, что игуана это весело и просто. То есть, если не показать на данной жилплощади, кто здесь доминантный особь, то есть вы, то игуана будет просто гоняться за вами по квартире и пытаться дико укусить, например. На шестом месте у нас, вы не поверите, господи, это фельдзума. Что можно сказать про фельдзуму? Это, в первую очередь, ящерица для созерцания. Эти ящерицы очень быстрые. То есть, если выбежит эта ящерка у вас из террариума, хрен вы ее поймаете. Как говорилось в Древней Руси, слово не фельдзума, выбежит не поймаешь. Невзирая на это, эти ящерицы действительно очень красивые. Они эффектно смотрятся в террариуме и всегда любят сидеть на именно видном месте. Еще есть такая фишка, когда вы какие-то свои дела человеческие делаете около террариума, фельдзумы подбегают и смотрят, что вы там делаете. Как и ниже стоящий геккон Токи, эти гекконы тоже вполне себе классно бегают по стеклам и другим вертикальным поверхностям. Ну, а в целом содержание фельдзума простое. Для этого нужен террариум вертикального типа, то есть 40-30 на 60. Коряжки, так как это вертикальное животное, можно влепить в всякую романнейшую растечку. Обязательно поставьте ультрафиолетовую лампу 5-0 и точечку прогрева. 30-30 градусов, чтобы там было. Животное насекомоядное, но любят жрать пюрохи. Фруктовый, не картофельный. Пятое место. На пятом месте у нас легендарнейший зверь, который просто заставляет всех террариумистов биться в конвульсиях от его красоты. Господи, какой он яркий! Угадайте, кто это? Это пантеровый хамелеон. Как у всех хамелеонов, у пантеровых яркие глаза, быстрый и точный язык для того, чтобы моментально пожирать свою жертву. Но при всем при этом, пантеровый хамелеон практически единственный хамелеон, у которого такое крутое буйство красок. Очень много локалитетов и каждый локалитет отличается своим окрасом. То есть это может быть красный там, томатавый, либо зеленый с красным, амбелоп. Либо там носи фалия, который голубой прям вообще. И носи митсу, который зелененький-зелененький. То есть очень много вариаций, но при всем при этом нужно иметь в виду, что пантеровые хамелеоны и такие простые животные, то есть не совсем подходят для новичков. Но если соблюдать ряд правил, то проблем с этим животным у вас не будет. А сейчас я покажу, как хамелеоны пьют водичку с листьев. Чувак, это очень хреново делать. Нормально, снимаем пока, пока она не ехнулась. Только посмотрите, как он мило пьет водичку. И четвертое место. Йеменский хамелеон. Йеменский хамелеон уже считается классикой террориумистики. На самом деле более простой хамелеон, чем пантеровый. Написано в сценарии, что это животное контактное. Но я бы так не сказал. Это животное не любит ваших рук. В принципе, его можно взять на руки. И если вы его посадите, то он воспринят вас как корягу. И будет, по-моему, в прикольном положении. У хамелеонов очень длинный язык. И он может быть настолько длинный, как и сам хамелеон. То есть вот хамелеон, вот язык. Хамелеон, язык. Язык, хамелеон. Очень длинный. Синий язык из цинк. Это очень эффектная, классная ящерица. Не маленькая. Вот. И самое главное, что всеядное. То есть можно не зацикливаться на одних насекомых или растительной пищи. Кормите всем. Но главное, грамотно и в грамотной пропорции. Не агрессивное, адекватное животное. В первую очередь отличается своим интеллектом и дружелюбным нравом. Необходим просторный большой террариум. Все-таки некоторые локалитеты могут достигать до 70 сантиметров. Мы уже практически приблизились к вершине нашего топа. И, соответственно, на втором месте у нас, господи, бананоедовая ресни... Гекконовая... Гекконовый банан-ресничкоед. Банановая ресница... Нет. Ресничный геккон-бананоед. Это достаточно популярная крутая ящерица. Очень долго думали, что это животное вымерло в природе и что его нет. Но, собственно, это не так. Они выжили и теперь тусуются в наших террариумах и легко размножаются в неволе. Вот дружелюбный зверь, который может спокойно сидеть на руках. Но не всегда они достаточно бывают прыгущие и быстрые. Особенно мелкие. Их можно угощать пюрешками. Прямо кормить их с ложечки. Они будут это все облизывать. Но, опять же таки, пюрешки не картофельные, а фруктовые. Для него не нужен большой террариум. 40-30 на 60 вполне себе. Не нужно никаких ламп. Но, в принципе, ради профилактики от рахита можно поставить ультрафиолетовую лампу. Максимум 5-0. Не нужно прогрева. Это ящерицы все-таки такие прохладненькие. 2-е место вместе с гекконом-бананаедом разделил и ублефар. Это милая ящерица, которая не требует гигантских террариумов. И можно содержать в флунариуме. В небольшом контейнере с вентиляцией, главное. Эти ящерицы мило улыбаются. На самом деле это не так. Они просто строение челюсти такое. Всем кажется, что они мило улыбаются. Я так быстро говорю, потому что у нас сзади падает фон. Эти ящерицы насекомоядные. Я, конечно, понимаю, что эти ми-ми-ми-ня-ня-ня. Девочки любят этих ящериц. Их не нужно кормить йогуртами, ягодками и так далее. Эти животные прирожденные убийцы насекомых. То есть это один из нюансов содержания их ублефара. Как и для всех рептилий, обязательно добавлять в рацион кальций и витамины. Так как насекомые не богаты теми микроэлементами, как в природе. У этих ящериц есть одна очень характерная черта. Это хвост. Это большой, толстый, красивый хвост. В этом хвостяне содержат питательные вещества. На случай голодовки могут их использовать. В общем, очень крутая ящерица пойдет для новичков. То есть это как школьная парта для любого начинающего терроремиста. Ну или просто хотите милую ящерицу. И что вы все такие, о, а кто это у тебя? Ты такой, о, у меня эмблифар. Все такие, о, он улыбается. Ты такой, да, он улыбается. Все-таки сидим в углу. И так, на самой верхушке нашего топа это, конечно же, бородатая Агама. Господи, это самая крутая, клевая ящерица по нашему мнению. Так как здесь сочетается все. Простота содержания, эффектность в террариуме, да. То есть эта ящерица во взрослом состоянии достаточно эффектно смотрится. Советуется новичкам. И, в общем, очень все клево. Вы можете кормить ее как и насекомыми, так и зеленью. Занимает первое место в нашем топе, потому что она может махать лапами и дергать их смешно головой. И это, типа, всех забавляет. На самом деле, это элемент общения этих животных. Агама делает вот так вот. Это она, типа, такая. Если она увидела другую Агаму, она такая, воу, 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 воу. Я не при делах, все нормально, чувак, успокойся. А вот если они делают вот так вот. Вот. Это значит, они выпендриваются. Типа, увидели другую Агаму, скажут, слышите, сейчас сожрут на моей территории. Что ты делаешь? Либо самцы таким образом привлекают самок. Хей, детка. И она все-таки не маленькая, вырастает до 60 сантиметров. Вот здесь выскакивает подсказка. И здесь вы можете проголосовать за любое понравившееся вам животное. А в комментариях напишите, какое животное нравится больше вам. И какой вы хотите видеть в топе. Пишите больше комментариев, больше пожеланий. Мы их все учтем. А в описании есть ссылки, по которым вы можете приобрести тех животных, которые мы сейчас только что перечислили. С вами был Андрей Андреевич. Канал Планета Экзотики. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. 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 Да.